Если вы не ведете мамский блог или не интересуетесь какими-то трендами в детской моде, то сегодняшняя тема, скорее всего, для вас будет новой, но не спешите выключать это видео, потому что будет довольно интересно. Сет беж или эстетика грустного бежевого цвета буквально заполонила инстаграму мамочек. Монотонные сцены, мебель и, конечно же, сами дети. Эти дети в бежевой одежде буквально сливаются с фоном и все это превращается в одно скучное пятно. Почему это стало популярным? Как это влияет на психику детей? И в какой момент минимализм стал ассоциироваться с люксом? Всем привет, меня зовут Алина Манилоун и сегодня мы с вами вот говорим на такую интересную тему про грустных бежевых детей. Пришла из-за мне для этого видео, во-первых, из-за тиктока. Ой, ну мы сегодня сейчас будем с вами во всем этом разбираться. Во-первых, я надеюсь, что вас не бесит мой микрофон, который здесь. Я пыталась, честно, что-то придумать, но, походу, это единственное место, куда я его могу запихать. А перед началом этого видео мне бы хотелось попросить вас поставить палец вверх. Авансом! Пожалуйста! Подписаться на мой канал, потому что очень много людей смотрят без подписки. А также напоминаю, что у меня есть бусти, инстаграм, телеграм, а я не буду затягивать. Мы начинаем видео. После небольшой рекламы. У меня, кстати, было видео про английский язык и я рассказывала, что мне довольно трудно давалось его учить. И это обучение для меня оказалось огромной дорогой, которая начиналась со школы, которая мне вообще никак не помогла. И на этом огромном пути больше всего, конечно же, мне помогали мои репетиторы. И как же я рада, что сейчас все больше и больше школ, учителей придерживаются именно такой тактики, когда тебя не хотят просто задавить этим английским языком, а постепенно так добавляют его в твою жизнь. И сегодня бы мне хотелось рассказать про онлайн-школу изучения английского языка Skyeng. Как же хорошо, что сейчас есть возможность учить английский без школы, без насилия. И относиться к этому как хобби. Я в своем видео уже тогда говорила, что заставляя из себя, вы добьетесь каких-то результатов, но не таких больших, как если бы это было для вас как хобби, как игра. Вы наверняка слышали об этой школе от своих друзей и других блогеров. У школы есть своя интерактивная платформа с обучающими тренажерами по грамматике. На уроках вас ждут актуальные знания для реальной жизни. Общение с иностранцами, просмотр англоязычного контента, даже собеседование. Все для того, чтобы заговорить на английском, как на родном. И если у вас постоянно такая ситуация, что наступает новый год, либо новый учебный год, вы делаете себе список целей, и там, конечно же, есть английский язык, но никогда в жизни вы к нему не притронетесь. Спокойно. Ребята из Кент приготовили специальный бокс с бесплатными материалами, чтобы вы точно смогли прокачать свой уровень. И это будет неплохо для старта. Чем раньше вы начнете, тем быстрее вы придете к точке B. Вы можете начать прямо сейчас. Внутри этого бокса лайфхаки, чек-листы из самых употребляемых слов для разговора с иностранцами, а также подборки фильмов и книг. Вообще не рекомендуется употреблять контент, который слишком выше вашего уровня или, наоборот, слишком ниже, чтобы сохранялся этот интерес изучения. И чтобы вы совсем не опустили руки. Чтобы у вас точно прошло все гладко, все эти книги и фильмы разделены по разным уровням. Выбирайте и покружайтесь в этот интереснейший мир английского языка. Итак, скачав этот бокс, что вы получите? Самостоятельные поставленные цели обучения. Восполненные пробелы в знаниях. Ну и, конечно же, вы потянете свой уровень английского языка. That's the whole point. Все материалы ждут вас уже здесь, либо по ссылке в описании, а мы переходим к видео. Последние несколько лет набирают популярность унылые монохромные цвета. Бежевые тона, например, в одежде. Вот вспомните то самое бежевое пальто, в котором ходят все. Сижу-то, как говорю, в бежевом топе об этом смешно. Также это касается не только одежды, но и каких-то бытовых вещей. Ну и как бы что об этом говорить, если, например, вот есть взрослые люди, они решили жить в своем бежевом доме, и как бы в чем проблема, это их выбор. Какая разница, в каком стерильном оттенке люди захотели содержать свой дом? Но действительно вопросы появляются, когда дело заходит до детей эстетичных родителей. Как их фотографируют на бесцветном фоне с органически чистыми игрушками? Чтобы их фотографии точно вписались в ленту инстаграма мамы. И впервые эта фраза Sad Beige появилась в аккаунте одной мамы из Вирджинии. Хейли Дерош создала отдельную официальную страничку в тиктоке под названием Official Sad Beige, где в шутку критикуют мамочек и детские бренды одежды за скудный набор цвета. Она сравнивает этих детей в бежевом с философами, которые уже преисполнились в этой жизни, и их не интересует этот яркий материальный мир. Хейли одна из первых обратила внимание на эти однотипные рекламные компании серых игрушек и серых одежд для детей. Например, нейтральный интерьер стал уже давно нормой для современных родителей. И детских брендов, которые производят игрушки нейтральных тонов и ставят цену в два раза дороже. И это стали преподносить как люкс. Хотя на самом деле ничем от обычных ярких игрушек это не отличается. Кто-то и обычные игрушки перекрашивает просто в пастельные тона. Ультраминималистичная эстетика просто захватила аккаунты мамочек и превратила их ленту в разные палитры бежевого. В 2022 году вышло видео с кадрами дома Кани Веста и Ким Кардашьян. Вот тогда минималитичный интерьер стал как никогда актуален. Основная палитра дома это белый, бежевый и серый. Мебель привлекает внимание своими необычными формами, но при этом особо не выделяется из-за своего нейтрального цвета. А в большие панорамные окна бьется зелень. Очень много пустых пространств и минимум вещей на поверхности. И все это в доме с четырьмя детьми. Если вы хоть когда-то делили квартиру или комнату с маленьким ребенком, может быть, либо у вас есть дети, либо младшие братья и сестры, либо, может, просто сидели с кем-то, вы понимаете, что это держать в чистоте практически невозможно. Ладно, еще можно как-то решить этим порядком, потому что понятно, что у Ким Кардашьян-то точно есть уборщики, прислуга и так далее. Но как заставить детей жить в таком интерьере? Ну ладно, я не буду прям нагнетать, потому что Ким Кардашьян поделилась в одном из интервью, что она дает самовыражаться своим детям просто в своих комнатах. И, конечно же, Ким Мусик, окей, женщина, которая в каждом моем видео практически появляется, о которой я говорю, она получает от меня респект и лайк за такое решение. Но почему мы опять заговорили о знаменитостях? Потому что они сдают тренды. Они же показывают свои дома в социальных сетях. Ну и, следовательно, увидишь ты охрененный дом Ким Кардашьян, вот давайте согласимся, очень крутой. И думаешь, блин, я сейчас из своего клоповника сделаю то же самое. А если деньги есть, то вообще... Еще один из примеров — это интерьер в одном из особняков Леонардо Ди Каприо. Такие, знаете, более теплые оттенки, больше дерева и мрамора. И общая цветовая палитра, конечно же, бежевая. Но давайте наведем небольшую историческую справку про цвет. В какой момент простые цвета с минималистичным узором стали преподноситься как что-то на богатом? Буквально несколько лет назад предметы роскошной жизни выглядели очень броско и ярко. Большие фарфоровые люстры, мебель с вырезками ручной работы. Французский женский наряд 19 века и без того пышный приобрел к началу 20 века еще более вычурные формы. Цветовая палитра платьев стала более разнообразной. Яркие оттенки синего, красного, лилового, желтого и так далее. Там еще и отделка такая была, ленты, бахрома, разные искусственные или тканевые цветы, ружево, сложные вышивки и так далее. Яркую одежду носили не только на какой-нибудь бал, но это было и счастью обычной жизни. Но это, конечно, если вы не бедняк какой-нибудь, если вы состоятельный человек, вам также доступны и аксессуары, огромное количество аксессуаров и сложные прически. Мужчины носили костюмы, состоящие из нескольких элементов одежды, сейчас это называется многослойность, и придерживались классических цветов, то есть там белый и черный. А в монохромных тонах, то есть там бежевый и серый, ходили уже низшие сословия. Даже если вы смотрели какой-нибудь исторический фильм, вы могли это заметить. Яркую и текстурную ткань они просто не могли себе позволить. И если бы смотреть на фотографии 19 века, где женщины-крестьянки сидят со своими детьми, дети держат в руках деревянные игрушки, они на фоне деревянного дома, смотришь на это и сразу думаешь, мечта нынешней эко-мамы. Крестьянская одежда была более свободного кроя, либо каких-то светлых оттенков, либо коричневых, часто из мешковины или какой-то вот такой грубой ткани. Красные и синие фартуки, ленты и пояса надевали только по праздникам, и они передавались от бабушки к внучке. И понятно, что мода — это зеркало времени. Раньше первый класс выделялся яркими цветами в одежде и такой, знаете, детализацией. И именно это ассоциировалось с достатком, а сейчас все наоборот. И до всей этой грустной бежевой эстетики одним из первых минималистов был Стив Джоб. Несмотря на весь свой успех, деньги, он продолжал носить обычную водолазку и джинсы средней цены. И его простота олицетворяла необремененность с деньгами и популярностью. Хотя на Западе такой образ жизни бизнесменов довольно распространен, то есть там никакого кича. Но большее количество людей, по крайней мере в России, узнали, что так вообще-то можно. Потому что смотрели на своих соотечественников и видели бренды, дорогие часы и все в этом духе. И даже если говорить про интерьер, мы сейчас, при слове «богатый интерьер» точно не вспомним это. Скорее всего, нам представится что-то такое. Мне тоже такое примерно представляется. Нынешние тенденции очень похожи на философию Стива Джобса. Но корпорации не могут позволить людям платить меньше, поэтому они подстроились под этот монохромный культ. Деревянные детские кроватки продают дороже цветных. Игрушки натуральных цветов тоже стоят больше. Только вот дети не изменились. И главный вопрос, который возникает, когда мы видим такой, знаете, стерильный светлый интерьер, это как там живут дети. И, конечно, как минимум на камеру не дают своим детям более яркие красочные игрушки. Это стало целым культом, чем-то, что выделяет их квартиры и превозносит их на новый осознанный уровень. То, каким цветом мы себя окружаем, это нас и формирует. Цвет важен, и он про нашу индивидуальность и самовыражение. В течение всей нашей жизни мы отдаем предпочтение разным оттенкам, в зависимости от нашего состояния и какого-то внутреннего голоса. Не зря существуют субкультуры, где есть такой, знаете, своеобразный дресс-код. Условно, готы там носят черные, эммы черно-розовые и так далее. Это тоже самовыражение, и помимо своих внутренних взглядов, мы показываем это одежде конкретных цветов. И если уже какой-то более-менее сформированный человек может самостоятельно выбрать, что эмма носить, какой цвет и так далее, то за детей в основном это делают родители. Американская оптометрическая ассоциация рассказывает, что при рождении зрение ребенка довольно размытое. Фокусировка происходит только на 20-25 сантиметрах от глаз ребенка. И в возрасте примерно 5-8 месяцев мы уже начинаем различать цвета. И особенно нас привлекают контрасты черный и белый, синий и красный. Их очень легко заметить, и они сразу привлекают внимание. Приглушенные и нейтральные цвета сливаются в одно большое пятно и вообще не представляют такого интереса. А проявление интереса это довольно важно для детского развития. Мозг учится и развивается за счет новой информации, в том числе и цветов. Конечно же у меня для вас нет сейчас совета, выкрасите одну стену в зеленый, другую стену в красный, третью в желтый. И тогда все будет замечательно, ребенку будет очень интересно. Во-первых, я не врач и у меня даже детей нет. Это чисто ознакомительный контент, чтобы я вас не учила как ухаживать, либо воспитывать вашего ребенка. И во-вторых, во всем должен быть баланс. Лучший вариант это просто сбалансированная цветовая палитра. И цвета эти в интерьерах не только на детей влияют, но на нас взрослых тоже. Эти самые скучные цвета на самом деле помогают нашему мозгу немножечко отдохнуть. И такая разгрузка поможет детям взять силы на то, чтобы изучить какой-то новый контрастный цвет. Было бы меньше вопросов, если бежевые родители не уходили дальше органических игрушек для своих детей. Многие такие мамы и папы связывают яркую краску с химикатами. Мол, если красный, то обязательно вредный и ядовитый, особенно для детей. Они также думают про еду, средства гигиены и одежду, что, конечно же, никак никем не подтверждалось. Икея, если вы, конечно же, еще помните этот магазин, вышла на мировой уровень из-за своей монотонности и простоты. В самом популярном мебельном магазине в основном продавали либо белую, либо неокрашенную деревянную мебель. Детские комнаты, обставленные белыми шкафами, напротив серо-бежевых стен с небольшими вкраплениями цвета в виде игрушек. И такой стиль и цена пришелся очень по вкусу в России. Да и не только в России, это стало таким гарантом качества и стиля. Представим, что вы ребенок. Есть две кроватки, обычная бежевая и всякая разукрашенная с различными деталями. Какой бы вы выбрали? Будучи ребенком. Думаю, такой вопрос должны задавать себе родители и создатели этой самой кроватки. Да ладно, что там с этими создателями все-таки? Есть спрос, будет предложение. Также с игрушками и одеждой давать выбор между темно-болотным и светло-сером это объединять мир ребенка. Как насчет детского отдела в Заре? Никаких принтов особенно ярких. Цветовая палитра довольно приглушенная и ограниченная. И обычно это, знаете, белый или черный. Дети становятся маленькими взрослыми, у которых нет времени на выбор одежды. Поэтому они последние лет десять ходят в одном и том же. Либо их просто сразу готовят к школьной форме, чтобы они не расстраивались, что, чувак, ты не можешь прийти в костюме Эльзы на линейку первого сентября. Тут он уже привык так ходить. И из этих двух примеров мы понимаем, что такие компании делают все-таки упор на вкус родителей, нежели детей. Еще про эту эстетику можно говорить со стороны какой-то, знаете, приближенности к природе. За что топят большинство бежевых мамочек. Коричневые оттенки, деревянная мебель, растения и так далее. Ну, как бы вопрос. Когда ты, например, идешь на природу, ты видишь огромное количество цветов. Вода постоянно переливается и блестит на солнце. Деревья различных оттенков зеленого. Ягоды. Вот черный как раз не натуральный цвет, хотя часто присутствует в таких интерьерах. И нигде нет этой монохромной бежевой радуги, которую очень любят вешать эстетичные мамочки у своих детей. Тенденция и спрос на минималистичный интерьер легко прослеживается на сайтах. Вам просто сразу предлагают снять или купить подобную квартиру. Тоже вот вам популярный российский сайт. А это квартиры премиум-класса, которые стоят сотни миллионов рублей в центре Москвы, в элитных ЖК. Но в целом это понятно. В таком может жить любой человек. А какие-нибудь прям дизайнерские ремонты, либо не все, тем более есть очень разные вариации. И если говорите не про какие-то там лакшери-люкс варианты, а про, в принципе, обычные квартиры за приемлемые цены, то, естественно, вы их не найдете с каким-то офигенным дизайнерским ремонтом. Если вы поставите там на каком-нибудь сайте фильтр дизайнерский ремонт и цену до 50 тысяч рублей, то, скорее всего, у вас там будут двухтысячные полные. Поэтому сейчас прибегают как раз-таки к хомстейджингу. Это такой незатратный простой ремонт, который сразу же повышает цену квартиры. Потому что иногда, когда у тебя нет дофига денег, вариантов не так много. Либо белые стены и бежевая мебель, либо бабкин ремонт. Ну, как бы выбор очевиден. Белое и бежевое хотя бы как-то можно там, не знаю, под себя сделать. Ну, как бы еще классика для таких лакшерных квартир. Это, естественно, мраморная ванная, деревянные вставки различные, огромные окна. Если честно, я мечтаю о панорамных окнах. Ну, такой просто скандинавский стиль, с которым очень сложно прогадать. Потому что даже если он кому-то прям не нравится, то каждый может спокойно в нем жить. И хорошо себя чувствовать. У кого именно есть такая эстетическая потребность вот жить в красивой квартире? Давайте проведем тест. Вот у нас есть две квартиры. И как вы думаете, какая из них находится в Москве, какая из них находится в Нью-Йорке? Ответ будет в моем телеграм-канале. Если вы не угадали или угадали, это не важно. Все застройщики просто сошлись в одном. Все излишние золотые вензеля, лепнина. Ну, знаете, не настоящая вот эта историческая лепнина, которую где-то там нашли, когда купили там старый дом. Именно фейковая лепнина. Золотые унитазы, дорого-богато, диваны крутые. Это все в прошлом. Вот когда я об этом говорю, у меня две ассоциации. Первая это квартира Юли Финес, которая была у нее. И когда чиновник российский отремонтировал свою старую школу и сделал из нее замок. Вот что-то типа того. Теперь все люди стремятся к практичности, и чтобы ничто их не отвлекало от их осознанного образа жизни. Без негасива, без хейта. Нравится вам минимализм или максимализм? Ваше дело абсолютно. Главное, чтобы вы в своих домах ощущали себя как дома. Но лично моя точка зрения, какая бы эстетика вам не нравилась, как вы хотите свое пространство сделать, это не должно влиять на детей. Для них это совершенно естественно, любите яркие контрастные вещи. Естественно, между бежевым костюмчиком он выберет костюм Халка. Одеваясь в разное, мы изучаем свои вкусы. Цвет олицетворяет личность, сегодняшнее настроение или наши жизненные принципы. Свобода выбора в таком вопросе, это лучшее, что можно дать своим детям. А на этом я, наверное, буду заканчивать. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Спасибо вам большое за просмотр. Напоминаю вам про подписку и лайк. Желаю вам всего хорошего. Пока. Извините за внимание. Спасибо моим подписчикам на Бусти.